Ну что, дорогие мои, снова я не влезла в минуты, даже не успела сказать там всем привет или еще что-то, или если вы меня смотрите, спасибо и тому подобное. Короче, сейчас будет маленький обзор подарков от моего заказа по первому 2016 года каталогу Avon. То, что чуть-чуть влезла, я все-таки повторю. Это вот такая тушь, которая мне приходит уже второй раз, совершенно, кстати, бесплатно, потому что там еще один подарок, он был буквально за рубрик. В общем, черная такая тушь. Биг, Avon, 10 миллилитров. Потом вот эта пена для ванн, которую я не успела открыть в том видео. В общем, я ее открываю, но суть такая, когда я записывала видео, я не знала, что оно уже закончилось. То есть, так сказать, время минуты записи, память на флешке и так далее. В общем, я не чувствую, чем она пахнет, открывать я ее пока не буду. Когда я буду пользоваться, я, может, просто сделаю обзор видео продуктов, которые я пользуюсь на данный момент. Там в ванной, в косметичке у меня что лежит, или еще что-то в этом роде. Она, как видно, вот, ну, ее видно, что она движется, она довольно густая, пузырится. Ну, и она мне нравится. Я ее вообще хотела очень давно, ждала, когда эти баллы можно было обновить, обнулить, опробовать и так далее. Такс, вот это вот мне пришло за 1 рубль. Тут такая открыточка. И пробничек мужских духов. Avon Home, ты в центре внимания. Сейчас я его вскрою. И заодно понюхаю. Так. Давай, вылазь. Вот уже даже не открывая. Совсем чуть-чуть. Ну, мне вообще нравятся мужские духи, как пахнут некоторые. Не знаю, может, оно пролилось, потому что оно не полное. Сейчас посмотрим. Есть ли там что-нибудь такое влажненькое. И мокренькое. Не, влажненького и мокренького нет. Если оно и пролилось, то неизвестно куда. Либо оно действительно было вот такое неполное. Флакончик, в принципе, сухой. Я не знаю, с чем сравнить. Но, по-моему, это такой классический мужской аромат. Похож он и на Evidence Green, и на что-то еще бывшее уже в Avon. Что тут за нотки у нас? Кориандр, кедр и рис. Древесно-ароматический фруктовый аромат. Ну, насчет фруктов я не знаю. Но древесный, скорее всего. В общем, он мне нравится. Я бы себе даже его заказала в виде мужского аромата для себя, для своей коллекции. Но, в принципе, у меня есть один мужской аромат полноценный. Это и фрашевский Evidence Green. И вот еще один у меня подарок, который мне пришел буквально за 10 рублей. Вот этот набор. В прошлом каталоге у меня было два заказа. И получилось сделать по Avon сумме. Он был на 200. Хотя, по себестоимости, он, в принципе, даже с вычетом скидок вышел у меня на 3200. Оба заказа. Но не суть. Мне пришла смс, что я могу сделать в заказе, выбрать подарок за 10 рублей. Вот этот набор. Планета СПА. Планета СПА. Это набор масок. Русская баня с экстратами сибирской сосны и эвкалипта. Ухаживающая маска для волос. И маска для глубокого очищения кожи лица. Здесь 200 мл, а здесь 75. И я думаю, завтра уже попробовать эту маску для волос. Ну, а насчет для лица пока оставлю. Потому что у меня сейчас пока пользуется другая маска. И фрош, ой, фрош, я говорю. Эйван, извиняюсь. Вот это вот. Тут шеи и экстрак какао. Она, кстати, мне нравится. Мне вообще понравилась вот такая серия этих масок. Планеты СПА. Которые я пробовала, они мне все нравятся. Так. Ну и, наверное, на этом все. Кстати, спасибо за то, что вы мне прокомментировали то жуткое, дурацкое видео с обращением. Я не думала, что кто-то на него обратит внимание. И тем более присыплются такие хорошие комментарии. Спасибо вам большое. Всем и мальчикам, и девочкам. За лайки спасибо. Если вы меня смотрите, то мне очень приятно. Если вам это видео было и то прошлое. Хоть чем-то полезно, то я буду очень рада. Пишите комменты, ставьте лайки, репостите. Пишите что-нибудь еще. В общем, общайтесь. Мне это приятно. Вообще интересно с новыми людьми общаться. И да, девочкам, которые мне открыли глаза, что их мешает срач сзади меня этим фоном. Я, правда, не очень поняла, что подразумевалось под видом срач полки мои с игрушками, с духами, с мелочью всякой. Это, кстати, там на фоне, возможно, видно за стеклом. Это замок, домик такой из пенопласта делала моя мама, когда ей было 8 лет. Сзади, конечно, на полу у меня лежали какие-то коробки с моими мыльными экспериментами, с травами. Два бальзама не в том плане, что для волос или еще что-то. А бальзам из Белоруссии, один из Казани привезенный, соответственно, алкогольный. Добавляю я их в чай. Кстати, в черный чай, если добавлять по чайной ложке, можно, в принципе, на 300 мл чая добавлять от чайной ложки до 2 столовых. Бальзам, конечно, лучше чайную, а до 2 столовых можно красное вино. Это для тех, у кого низкое давление. Там меня спрашивали в комментариях. Я вот сейчас вспомнила, пока вспомнила, говорю. Это, в принципе, от головной боли тоже может помочь. В принципе, можно в этот чай, помимо бальзама или красного вина, добавлять еще и сахар. 2-3 чайных ложки. Кому как больше нравится. Ну вот, внизу-то я все убрала. Не знаю, видно ли это будет. Тут у меня кофточка такая на стуле. Ну, откровенно говоря, сейчас там более-менее прибран. Там голый пол и вот эта вот тубареточка со всякой бумажной фигней. Это бывшие мои работы, курсовые, дипломная из педа. И там коробочка из-под конфет. Ну, в общем, чай там стоит. И упаковочка, коробочка от клавиатуры на планшет. Я не считаю это бардаком, действительно срачем. Может, конечно, понятия у всех о сраче разные. Но для меня это было несколько шоком. Узнать, что кого-то может напрягать мягкие игрушки. Уж простите, что я ранила ваши культурные чувства. Спасибо за просмотр и до новых встреч. До новых встреч.